Приветствую зрители и подписчики моего канала. В сегодняшнем видео я хочу показать как из этой окрашенной базовой цвета модели джипа получить вот такой результат. Я покажу все этапы проделанной работы. Ну а вы не забудьте подержать автора лайком и подбодриться комментарием. Помните, ваша поддержка очень важна для развития канала. Первым этапом перед началом всех работ я покрыл модель глянцевым лаком. Для этого использовал футуру. Покрыл модель полностью в несколько тонких слоев. В итоге получилась вот такая вот глянцевая машинка. В качестве деталей я выбрал вариант на лето 44 года Нормандию. Соответственно этой схеме буду носить декали. Для этого мне потребуется вода и средство Tami Mark Fit Strong. Далее процесс достаточно стандартный. Вначале замачиваем декали в воде и переносим на место, которое необходимо. С помощью ватной палочки или кисти убираем излишки влаги и затем я поражусь средством от Tami Mark Fit Strong. При разглаживании большой декали у меня возникла сложность. Она немножко порвалась, ну и как видите образовался такой небольшой дефект. Это в принципе не критично и в моем случае легко подкрашивается с помощью белой краски. Впоследствии вы увидите как у меня это получилось. Если интересна тема моделизма и сборных моделей, подписывайтесь на каналы, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. В итоге после нанесения всех декалей у меня получился вот такой результат. Можно двигаться дальше. Следующим этапом я буду носить черную смывку от фирмы Tami. Хорошая глянцевая поверхность позволяет смывке хорошо растекаться и впоследствии излишки будут легко убираться. Смывка поможет придать дополнительный объем модели и подчеркнуть все мелкие детали. Излишки убираю с помощью безворсовых палочек, которые я купил в свое время на Алиэкспресс. Ссылку на подборку полезных материалов для моделизма из Китая я оставлю в описании видео. Рекомендую посмотреть, там много всего интересного. Вот такой промежуточный результат. И перед тем как перейти к следующему, я покрыл модель полуматовым лаком от Pacific 88. Следующий этап уэзеринга это нанесение масляных точек. Я использовал масляные краски от Wilder 5 оттенков, а именно коричневый темный, оливково-коричневый, темно-зеленый, оливково-зеленый и оливково-серый. Также мне потребовалось White Spirit, ну или фирменный разбавитель можно использовать. Вначале я наносил коричневые точки снизу, а затем чем выше тем более светлые оттенки зеленого. На вертикальных поверхностях точки растушевываются движениями сверху вниз. Делаю это с помощью плоской кисточки, слегка с мощной White Spirit, которую предварительно осушил с помощью салфетки. После растушевывания масла рекомендую очищать декали, ну так как они смотрятся неестественно. А вот на примере вот этой детали будет сейчас хорошо заметно, как выглядит модель до нанесения точек и после нанесения точек. Внутреннюю часть салона также необходимо обработать таким же образом, здесь отличие заключается в том, что на горизонтальных поверхностях точки растушевываются тычковыми круговыми движениями, ну а на вертикальных, как я уже сказал ранее, движениями сверху вниз. Следующий шаг – нанесение сколов. Я предпочитаю носить сколы с помощью кисточки, так как в данном случае больше контроля. Наношу в два этапа. На первом этапе я наношу сколы с помощью базового цвета с добавлением белого, чтобы был более светлый оттенок. Список всей используемой химии вы можете найти в описании видео. Сколы необходимо наносить в логических местах, где они могут появляться. Лучше всего использовать реальные фотографии, чтобы подсмотреть, как это выглядит в жизни. И со сколами надо всегда быть аккуратным и не переборщить. По личному опыту скажу, что всегда хочется сделать немножко, но в процессе увлекается и получается в лучшем случае чуть больше. Второй этап нанесения сколов – это нанесение более темного оттенка. В моем случае это цвет F129 – сколы от Pacific 88. Этот оттенок наносится внутрь наиболее крупных светлых сколов, нанесенных ранее. Если вы не в курсе, данный джип построен в рамках работы с диорамой. Ссылки как всегда будут продублированы в верхнем углу и в описании видео. После нанесения этапа сколов можно прийти к окрашиванию фонарей. Для этого я буду использовать красный прозрачный лак от Tami. Тут главное это сделать достаточно аккуратно. Далее буду использовать акриловый эффект серии Aqualine от Wilder для того, чтобы запылить колеса и корпус машины. Для этого наношу небольшое количество эффекта в палетку и разбавляю водой. Затем полностью покрываю этим эффектом колесо. Этот эффект мне понравился тем, что он на акриловой основе и не имеет резких запахов. А также тем, что он легко убирается с помощью воды. То есть его в любой момент можно поправить либо исправить, взяв либо смочную в воде кисточку, либо ватную палочку. Если необходимо окончательно зафиксировать этот эффект, то рекомендую сверху покрывать его лаком. Если ватной палочкой убрались не все излишки, где необходимо можно использовать смочную в воде кисть. И вот такой результат получился. Как мне кажется достаточно реалистичный. Поэтому я продолжу нанесение эффектов. Для этого буду использовать тот же самый оттенок и плюс еще более светлый. И далее с помощью кисти и зубочистки буду наносить брызги на колеса. Брызги наносятся хаотично. И как я уже показал буду использовать два оттенка, чтобы разнообразить эффект. Таким же способом пройдусь и по бортам джипа. И вот что у меня получилось в итоге. За кадром я еще запылил стекла с помощью масляных красок и вклеил их на свои места. Также закрепил всю новочковку, которая у меня была не закреплена. Ну и в принципе склеил и собрал весь джип. Финальные фотографии этого джипа вы можете найти у меня на сайте, либо на моих страничках в соцсетях. Ссылочки я оставлю в правом верхнем углу и они будут продублированы в описании видео. Следующая часть по работе с диарамой будет финальной. В ней будут добавлены финальные штрихи по самой диараме по основанию. И кое-что будет добавлено по джипу из мелочей. Понравилось видео обязательно ставь лайк, комментируй. Делись этим видео в социальных сетях с друзьями. Ну а также рекомендую вам посмотреть вот эти видео с моего канала. На этом и сегодняшнее видео завершаю. Пока!